Приветствую вас, ну и, наверное, вы понимаете, что любовь в общем и целом это принятие. Любовь это принятие. Если вы, значит, хотите наладить любовь, вот, если вы хотите, значит, именно чтобы у вас была любовь в доме, то нажать нужно с принятия, с принятия мужа и с принятия себя, конечно же. Что это значит? Начнем с того, что мужчина далеко не просто так зарегистрировался на сайте знакомств. И это ваши фразы, а голые фотки, что это значит, вообще непонятно. То есть голые фотки кого, может быть, это просто было из интернета взял, знаете, то есть, ну, в общем, не очень понятно, что вы имели в виду. вот, но, но, мужчина не просто так зарегистрировался на сайте знакомств. Ну, значит, ему чего-то не хватает. Ему чего-то не хватает от, может быть, вас. Ему чего-то не хватает, может быть, вообще в жизни, своей, с вами, ну, не обязательно, обязательно с вами. Может быть, просто не хватает что-то. В любом случае, в любом случае, вам нужно вместо ревности вместо скандалов разбираться с тем, почему вы, ну, не принимаете мужские потребности, ведь по факту получается, что вы не принимаете мужа, вы его, с его желаниями, с его потребностями и так далее. Далее, вы говорите, смутим, каждый день ругаемся, но при этом вы говорите, что вам кажется, что он с кем-то общается, вы ему не доверяете. Так вот, Светлана, для начала определите, определите свою ответственность в этих ссорах. Определите свою роль в этих ссорах. Мне кажется, мне кажется, что это и является одним из самых ключевых моментов. Если вы говорите, что вы ссоритесь, вы оба ссоритесь, но ссоритесь-то вы и именно вы, понимаете? Так чья же ответственность в этой ситуации? Ваша? Ваша. Вместо того, чтобы услышать мужа, вы, вместо того, чтобы услышать бобре то, чего желает муж, вместо того, чтобы спокойно поговорить с ним о том, что он хочет, что его беспокоит и так далее. Вместо этого, вы предпочли его ревновать и ему не доверять. Вот, соответственно, и возникает в итоге такая ситуация, что вы всё время ругаетесь. То есть, для того, чтобы наладить любовь, нужно принять себя и принять другого. Я полагаю, что вы уже поняли, что себя вы, к сожалению, не принимаете в этой ситуации. Почему вы в этой ситуации себя не принимаете? Вопрос, конечно, большой. И, на мой взгляд, надо это тоже в выяснении. Ибо ревность – это, как вам и сказал мой коллега, ревность – это страх одиночества, это неуверенность в себе, это отсутствие личных границ и так далее. Вот. Это ощущение своей недостаточной значимости в жизни. Вот. Ну и, как следствие, недолюбленная семья. То есть, опасения, что вас, например, могут бросить, что вас могут оставить и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Опять же, возникает вопрос тогда, для чего в этом контексте вам ваш муж нужен? Именно для чего, зачем вам ваш муж? Если вы воспринимаете его, ну, вот так, исключительно как, значит, ну, того, кто должен вести себя хорошо и не реализовывать, да, свои какие-то желания, не реализовывать свои какие-то потребности. Вот. Это очень важный вопрос. Вот. Ну и начинать, ну, естественно, с того, как вы сами воспринимаете эту ситуацию с ревностью, как вы воспринимаете эту ситуацию со сутием доверия, что она для вас значит и так далее. Готовы ли вы работать над этим или нет? Понимаете ли вы, что это и ваша проблема в том числе? Я думаю, что это не только проблема мужа, хотя и его точно. Вот. Это проблема того, что человек не говорит вам о своих деланиях, не рассказывает о них. Понимаете? Какая история. И вот здесь нужно как следует, ну, работать. Здесь нужно как следует разбираться. Как и почему так происходит? Из-за чего так происходит? Что вот, эээ, мужчина, да, например, эээ, ну, не дал вам понять, что его, его что-то не устраивает. Это тоже важно. Ну, и если вы понимаете, вот если вы сами понимаете, что подобная ситуация с вашим, с вашим мужем, ну, вот, ситуация, когда, эээ, например, человек, эээ, сидит на сайте знакомств, да, если ситуация с вашим мужем, это в некоторой степени проявления его потребностей, если вы сами согласны с тем, что, вот, недоверие ему и, эээ, значит, по сути дела, вот, эээ, ревность, это проблема чисто вашего характера, характера, если вы сами понимаете, то вашу семью можно сохранить и действительно сделать не любовь, а любовь, это гармония, это гармония, это именно гармония, то есть, если вы, эээ, готовы к тому, чтобы выстраивать гармоничные отношения, ну, значит, соответственно, эээ, соответственно, можно в этом направлении работать. если нет, ну, если нет, значит, тогда вы так будете ругаться до тех пор, пока мужу это не надоется и он не решит, например, с вами расстаться, поразвестись и так далее. Вот. Эээ, на мой взгляд, именно так можно ответить вам на ваш вопрос, эээ, на этом все. Эээ, я надеюсь, что мой ответ вам помог, хотя бы немножко раскрыл, эээ, ситуацию, ну, вот. Эээ, завершить мне бы хотелось только лишь словами о том, чтобы вы подумали, эээ, что именно вы готовы сделать для того, чтобы эта самая любовь, эээ, у вас, эээ, в семье была. И для чего она вам, эта самая любовь? И есть ли любовь внутри вас? И может ли человек, если внутри, эээ, внутри него нет любви, и может ли этот человек, эээ, создать любовь в семье? Эээ, вот. Я рекомендую вам на эту тему подумать. Эээ, значит, соответственно, если у вас остались вопросы ко мне по моему тексту, я буду рад помочь вам. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!